Я хочу продолжить сложную терминологическую проблему сознания. Тему сложной терминологической проблемы сознания. И, правда, опуститься уже на некое содержание, но которое содержание тоже во многом зависит от терминологии. Есть в этой теме, в теме сознания, две проблемы. Известных, сформулированных и широко обсуждаемых. Это психотические проблемы, так называемые, body-mind проблем на английском языке. И сложная проблема сознания, которую сформулировал Чарльз. Чем стал знаменит? Единственное, чем, наверное, он особо и знаменит. И включаю некоторое видео. На видео доктор философских наук Иванов, некто занимающийся в Москве аналитической философией сознания. Он начинает свой доклад по теме body-mind проблем и называет ее сложной проблемой сознания. И это, в принципе, норма. Если почитать и даже у Чалмерса его доклад, когда он сейчас приезжал в Москву, назывался «300 лет сложной проблемой сознания». То есть он тоже намекал на то, что психофизическая проблема и сложная проблема сознания – это нечто одно. И вот я хочу сегодня довольно коротко показать, что это принципиально разные проблемы. Их принципиально невозможно спутывать и смешивать. И кто это делает, либо делает, просто не понимая, либо запутавшись в терминологии. Значит, ну прежде всего договоримся о том, что термин сознания в данном случае я использую, поскольку буду говорить о сложной проблеме сознания, в том смысле, в том значении, который его использует Чалмерс. Сознание – это та картинка, которая нам дана, когда мы приходим в сознание, просыпаемся. Это вот фильм, то муви, который прокручивается ежесекундно перед нами. Это непосредственно данность, которую мы воспринимаем и которую мы теряем, когда засыпаем или когда получаем палкой по голове. И сложная проблема сознания Чалмерсом сформулирована так, а нафига нам вообще нужно сознание? Нафига нам нужна эта картинка? То есть он исходит из того, что, ну, допустим, есть некий организм, организм, некий черный ящик, на него поступают входные данные, на выходе мы имеем некие реакции. И мозг можно представить себе как некий механизм, некий компьютер, который какими-то способами алгоритмическими, нейроритмическими обрабатывает входные сигналы и управляет движением, реакциями организма. И вот в этой конструкции, в этой конструкции такой физикалистской, материалистической, можно так сказать, реалистической конструкции никакой картинки дополнительно не нужно, сознание не нужно. То есть, по сути, Чармус начинает эксплуатировать такое понятие, как философский зомби, то есть это организм, такой же, как мы, реагирующий точно так же, но у которого нет этой картинки. Ну, как вот мы представим себе робота, да, у робота входные данные поступают, обрабатываются процессорами, он идет, уворачивается от кинутых мечей, то есть, но у него сознание как-то, там не заплак... Что? Что? Считается то, что возьмем тот робот, который... Да, датчики. Да, зону, допустим. Ему каждый раз, энергетически невыгодно, каждый раз повторять одно... Блант, 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 Блант. Мы сейчас говорим не о решении этой проблемы, ты предложишь уже решение этой проблемы, почему, да? А я говорю о постановке, вот. То есть сложная проблема сознания, это именно, а почему мы не живем в темноте, почему мы не обрабатываем все эти данные в темноте и не функционируем как роботы. Вот так формируется сложная проблема сознания. Что же такое body-mind проблем? Это о влиянии мышления, о влиянии психики на тело, на физическую. То есть это совершенно другая проблема. Абсолютно другая проблема. То есть это психики, то есть это причинно следует... Это вообще проблема каузальности. То есть как ставится здесь проблема? Если мы проблема ставили для сложной проблемы сознания, Чарновской, как черный ящик, вход-выход, то здесь совершенно другая проблема. У нас есть физическая вселенная, которая считается каузально замкнутой. И что каждое физическое событие, каждое физическое взаимодействие определено некой совокупностью предыдущих физических взаимодействий. И поэтому мы должны представить, отвлекаясь полностью от наличия человека, что вселенная каузально замкнута, все наши молекулы взаимодействуют друг с другом по физическим принципам, и то, что у нас есть какое-то мышление, какая-то психика, не должно влиять на эту физику. То есть как мы можем своим психическим каким-то воздействием повлиять на физиологию, на физику. Вот это проблема, психофизическая проблема. То есть это две разных проблемы. — Это специфически сформулировано. На самом деле, насколько я понимаю, проблема состоит в том, что есть у нас мышление, есть у нас какие-то психические процессы. Как их связать с физиологией? Как выделить физиологически на самом деле? Как им задать некую локальную область того, что с нами происходит, когда мы, допустим, мыслим? Нет, здесь все-таки речь идет о причинно-следственных связях. Именно о причинно-следственных связях. То есть концепция физикалистская, концепция материалистическая. То, что наше мышление, наша психика вся, наши эмоции — это всего лишь эпифеномены. Эпифеномены — то, что как бы надстроено, не имеющее кузуальное воздействие на физиологию, а физиология — нейроны. Вот нейроны взаимодействуют между собой, и этого полностью достаточно для того, чтобы обеспечить функционирование организма. Там каузальная замкнутость вот этих взаимодействий полностью обеспечена. А то, что мы при этом еще чувствуем некие эмоции, то, что мыслим — это некие эпифеномены надстроены над этим. И как бы мы ни мыслили, то есть мысль нам навязана физиологией, нейронными взаимодействиями. И, значит, никакого воздействия от мысли на физиологию быть не может. Это вот физико-листский подход. А есть противоположный подход, то есть, вернее, несколько подходов. Есть дуальный подход, когда является, что есть субстанция физическая, субстанция духовная, и уже вставится вопрос, как они влияют на друга. Либо, наоборот, есть только духовная субстанция, некий монизм, и она подчиняет себе и психическое, и физическое. То есть решений много. Но сама постановка вопроса, вот так, есть мышление, есть психика, и есть некая физиология, некая физика, и как они кузально замкнуты, кто на кого влияет. То есть в данном случае мы сейчас не будем... Мышление-то тоже какая-то физиология, правильно? Нет, то он-то и делает, что самого мышления такого нет. Это феномен. И с физической точки зрения, с физической точки зрения. Есть взаимодействие нейронов. Почему они взаимодействуют? Потому что они хотят есть. Они все хотят метаболиты. То есть для нейронов мышления такого не существует. Нет. То есть они не знают, нейроны, что человек в это время что-то мыслит. Они просто взаимодействуют. Ему хочется метаболита, он посылает сигнал, ему приходит метаболит, он некоторое время успокоен, потом опять посылает сигнал, опять метаболит. То есть они, это живые клетки, которые живут в некой среде и общаются между собой. То есть ничем принципиально они не отличаются от бактериального мата. Вот бактериальный мат как-то живет, что-то там, они обмениваются чем-то, что-то производят, кто-то кислород, кто-то какие-то метаны, там все прочее. Так и мозг можно представить. Это некое сообщество клеток, которые обеспечивают друг другу жизнедеятельность и каузально замкнуты. А мышление, а какое мышление? Нет там никакого мышления на этом уровне. И можно объявить мышление это неким феноменом. Но в данном случае мы обсуждаем уже суть этой проблемы. Мы ее не собираемся сейчас решать. Я просто хотел сказать, что вот есть две проблемы, которые очень часто смешивают. То есть проблема каузальности высшего и низшего психики и физиологии, это одна проблема. Она была сформирована еще в средние века, как психофизическая проблема. И проблема Чалмерса, трудная проблема сознания, это зачем нам нужна картинка. Это совершенно другая проблема. Это не прокаузальность никакую. Это просто вот зачем. Почему мы не зомби? Почему мы не живем в темноте? Что такое картинка? А вот то, что вот мы смотрим. Вот я вот вижу сейчас, это микрофон. Да, отношусь к этому. Отношусь. Я хочу пояснить. Дело в том, что физикалисты считают, что это реальный микрофон, что он реальный, что это реальный стол. Но с точки зрения, конечно, философии сознания, это всего лишь явление. Это то, что нам дано в сознании. И современные опыты психические показывают, что человек может не видеть чего-то в его сознании или видит того, чего нет. То есть то, что вот нам дано в этой картинке, оно никак не отражает тот поток данных. Вот, скажем, сидят несколько человек и приходит один и тот же поток данных, но у них видит разную картинку, у них разное сознание. Так вот ты спрашиваешь, зачем эта картинка нужна? Если предположить, что прав физикализм, что наш мозг в реальном режиме времени обрабатывает входные данные и управляет ногами, руками и нашими движениями, и нашими реакциями. То есть странно, а они что же, вот эти чистые физикалисты полагают, что возникновение связанной картинки, а не просто некоторого хаотичного потока сигналов, это не обязательно? Не обязательно. Подождите, но даже к физикалистскому подходе будет связанная картинка, ну не картинка в смысле, будет связанный процесс. Ну процесс, процесс, да. Связанность будет сохраняться, но сознание не возникнет. Сознание не возникнет. Ну сама постановка вопроса о зомби... Ну связанность, я не понимаю. Ну, связанность, я скажу какая. Для того, чтобы отреагировать, ну даже компьютер, когда робот или компьютер реагируют на какое-то воздействие, то там же не хаотичный, у них программа работает, она как-то связанно работает. Она что-то, какому-то алгоритму или как-то делает. Ну да, просто есть алгоритм. Сигнал такой-то... Нужно руку туда и сюда. Он может бесконечно сложный. Он может бесконечно сложный, да. Это я понимаю. Поэтому связанность будет, но сознание... Но, скажем, мы можем монитор выключить, и на мониторе у нас... Нам не нужен этот монитор в компьютере. Ну да. И физикалисты говорят тоже, мы монитор выключим. То, что мы видим, это картинка, нам не нужно, потому что летит мячик, сигнал пришел световой, обработал, мы рукой поймали. Видеть нам это не нужно. Вот как таковой картинке. Удваивая реальность. Удваивая реальность нам не нужно. И от этого возникло зомби философский, который действует точно так же, как и человек, но ничего не видит. Нет феноменальных... Квалия нету. Нет феноменальной видимости никакой. И, значит, задача решения сложной проблемы сознания заключается в том, то есть вот как она должна. Нужно показать, что зомби, у которого нет квалитативной картинки, быть не может. Либо доказать, что он может, и тогда сознание феномен, либо доказать, что его невозможно существование, вот, и что сознание нам обязательно нужно, и зачем нужно. это будет решение трудной проблемы сознания. Ну и хорошо, и что, и какие тут могут быть пути? Потому что ведь зомби — это же чистый интеллектуальный конструкт. Есть, скажем, не интеллектуальный конструкт зомби, который я упоминал. Это лунатик. То есть, по сути, человек лунатик. Он обладает... То есть, на вход у него... Скажем так, он даже еще лучше, чем человек обрабатывает данные входные. Он не упадет с крыши. Но сознание у него нет. Точнее реагирует. И, в принципе, можно сказать так, образно, опять же говоря, что зомби — это лунатик. Но если мы хотим иметь в виду человека... Я лунатик, я сон разобрать видел. Ну что вы? Что? Я хожу, сплю... Я хожу по помилу, но при этом... Сон разобрать... Нет, ну сна же нету. Мне казалось, что есть. Нет, кажется, наверное, нет. А, но есть другой пример, кроме зомби, я его тоже часто привожу. Да, кроме лунатика. Это эксперименты с внушением, когда человек не видит какого-то предмета, стола. Вот человек... Да. Человек в сознании нету предмета. Да. Вот. Он ходит, оперирует всем, что есть. То есть абсолютно адекватен. Но при этом он не видит этого стола, но не натыкается на него. То есть, а что это говорит? Что есть некая обработка сигнала вне сознания, которое позволяет ему адекватно действовать. И, в принципе, мы могли бы все предметы так исключить, ну теоретически, да, и он бы адекватно действовал. Но чем бы тогда он включался от человека, у которого есть сознание? Тем же на завтра. Он не сможет адекватно реагировать, вспомнить не сможет адекватно и реагировать на будущее. То есть сознание нам нужно прежде всего для того, чтобы суметь планировать будущее и вспоминать прошлое. То есть это то, что нам выдается вот. Вот стола он не видел, завтра у него спроси, или, скажем, допустим, ему внушили, что одного человека не видеть, не слышит. Она завтра у него спросит, как ты там действовал? Слушай, если дело в этом, тогда эту проблему уже надо снять давно. Потому что если бы были возможны эти самые зомби, то тогда просто не было бы возможно обучения. Да. Но обучение, как бы, не существует даже у живых. Нет, можно сказать, что нейронные сетки или компьютеры, можно сказать, обучающиеся, там меняются алгоритмы, но не обязательно показывать. Ну тоже можно обойтись. Есть... Нет, подожди. Даже в случае, даже в этом случае есть же несимметричные случаи обучения. Ну, я что имею в виду? Это... Эксперименты, насколько я знаю, ставились над младенцами, которые вот только-только научились глаз фокусировать. Известное дело, да, что считается, что есть как бы в принципе среди животных два способа обучения. либо детеныш сначала всего боится, а потом на примере родителей научается, чего бояться не надо, либо детеныш ничего не боится, но на примере родителей он научается, чему надо бояться. Вроде бы, как человеческие детеныши относятся к этому в соц. Да, то есть они так вот сначала ничего не боятся, потом на примере матери, там, или отца, они научаются чего-то бояться. Так вот, ставились опыты. следующего рода ребенку показывается картинка цветка или картинка змеи вот и мама как бы показательно для ребенка например пугается змеи ребенок довольно быстро запоминает да и понимает что видя змею надо пугаться а видя цветок пугаться не надо эксперимент был в том что намеренно пытались и переставить эти реакции то есть мама сознательно пугалась цветка вот и не пугалась змеи ну то есть демонстрировала такие реакции вот и сравнительные данные на большом количестве молодецов показали что ребенка очень трудно научить не бояться змеи но научиться бояться змеи он буквально со второго с третьего раза запоминает а для того чтобы он не научился ему нужно там 200 300 раз показать что это все в порядке и соответственно с цветком да то есть есть несимметричность этого самого обучения мне кажется что это вот несимметричность как раз показывает на то что ну вот это вот но это не просто нейронная сеть которая вот запоминает некоторые реакции ну понятно да что что то есть есть еще один аргумент скажем аргумент от сна во сне у нас есть сознание когда мы видим сон да мы видим что то происходит да то есть и картинка листа вот и в этом плане нет картинка и сознание то есть помнить данной терминологии в данной технологии в данной технологии который мы обсуждаем. Сознанием называется, когда мы просыпаемся, и в сне, когда видим сновидение. Это считается сознанием. Когда просыпаемся, его не помнят? Ну так мы иногда не помним. Вы говорите про то, что человек ходит вокруг стола, а на него не утыкается, его не видит. Нет, когда помнят... То есть научиться помнить сны очень легко. Научиться все полностью, и управлять с нами. Ну по литературу почитайте. Как научиться управлять с нами, как запоминать все это. Мне лично устраивает то, что я вообще сны. Кстати, то, что сны есть у животных, когда кот что-то ловит во сне, они что-то видят там. То есть эта картинка нужна. Есть еще один инструмент в пользу картинки. Это вот Игорь, его здесь рисовал палочками, вот аналоговое. Технологический такой. Допустим, у нас идет большой поток данных организму. Обрабатывать его в реальном режиме времени очень сложно. И то есть если бы мне поставили техническую задачу, как оптимизировать этот процесс, я бы выделил из этого потока информации только то, что меняется. То есть создал какую-то картинку обобщенную. Какие-то вот объекты, которые мне нужны, которые мне важны. Вот то, что мне нужно. Создал эту картинку, как-то ее обобщил как-то и из внешних сигналов только менял эту картинку. То есть мне, скажем так, вот если сейчас рука моя движется, мне не нужно пересчитывать все. Я меняю только один сигнал. То есть нам сознание нужно, дано для того, чтобы оптимизировать наши реакции. Вот. И это вот один момент. А второй момент про память, да. Нам нужно помнить, как наши реакции и то, что происходило. Ну да, 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 да. Так это есть память. Это есть то, что нам прорисовывают. Можете не помнить карту, но когда приходите и начинаете спать, ага, вот здесь. Так это и есть память, да. Я понимаю, но память это вторично, она как бы работает на карте. Ну карта-то... Ну карта здесь ничем не отличается от картины. Ну как GPS, понимаете? У GPS. Но карта ничем не отличается дополнительно в этом. Нам ничего, вот GPS координаты дает, дает, но как бы если карта не будет нарисована в навигаторе, ничего не будет непонятно. Это недостаточно. Ну ладно, не будем. Я соглашусь. Я соглашусь, да. Важна, да. То есть в данном случае для разговора. И значит вот мы пришли, что сознание нужно. Нужно посмотреть, доказать. То есть решение сложной проблемы сознания Чарльза заключается в том, что нужно доказать, что вот эта картинка, этот муви обязательно нужен. Вот. Что он обеспечивает наше функционирование, наше мышление, целеполагание. То есть нам нужно, скажем, в один онтологический статус привести огромное количество сущностей разных. Так вот представление их вот на рабочем столе сознания, вот на глобальном рабочем столе по Барсу, да. Вот. Это значит приведение всего к одному знаменателю. И тогда мы можем планировать что-то, ставить какие-то цели, оперироваться этим. Когда у нас есть только огромный поток данных не структурированных, ничем с нашей стороны не структурированных. То есть, скажем так, сознание это тот трафарет, при помощи которого мы структурируем входящие данные и отсеиваем только нужные. Вот. Если этого не будет, и мы представим только просто ГО-автомат, то он будет примитивный, как лунатик. Вот. А что значит решить психофизическую проблему и body-mind проблему? Это значит показать каузальную незамканность Вселенной, показать, что мышление может влиять на физическое. Это совершенно другая проблема. Совершенно другая проблема. То есть, что значит наша психика... Скажем, это уже проблема свободы воли в некоторой степени. То есть, можно... И психика, и мышление тоже? В данном случае... Нет, нет, нет. И психика, и мышление. То есть... Психика это одно. Да, и мышление другое. Нет, в данном случае это обобщенно. То есть, в данном случае мы говорим, можно разделить разные уровни. Можно разделить уровень духовный, уровень мышления ментальный, уровень психический, да, уровень биологический. Так вот, эта проблема влияет ли высшие уровни на низшие? Каузальная замкнутость. Скажем, духовные практики влияют на наше физическое тело? Не влияют. Поэтому я их смешиваю. И, в принципе, вот я вижу решение этой проблемы, этой проблемы body-mind-problem. То есть, это вообще не проблема психики, и вообще не проблема mind, и не проблема духовной. Это проблема взаимоотношения между иерархическими уровнями. То есть, скажем, у нас есть химия, есть биология, есть жизнь. Это та же проблема. Вот влияет ли биологическое поведение клетки на химические процессы? То есть, по сути, мы имеем то же самое, как и с мозгом. У нас химические процессы только в клетке, ничего другого нет. Но есть некая сверху жизнь. И мы должны сказать, это жизнь, это феномен на этих химических процессах, или она влияет на них, управляет ими как-то. То есть, психологическая проблема, по большому счету, сводится к каузальной проблеме вертикальной каузальности, нисходящей каузальности, каузальности между уровнями. Я вижу ее решение при введении понятия нелокальности сейчас, нелокальности текущего момента. Очень легко объяснить это, когда я формулировал эту проблему. Как ее сформулировать, body-mind проблем, скажем так, формально? У нас есть событие ментальное, психическое или духовное, событие ментальное. И есть событие физическое. И мы хотим сказать, есть ли между ними каузальная связь. Так вот, в этом рисунке кардинально неправильно он нарисован, принципиально. Потому что, если мы возьмем событие ментальное, ментальное событие, это не есть некое событие как таковое. То есть, его нет как такого ментального события. Это будет миллионы. Вот одно ментальное событие, это будет миллионы физических событий. То есть, нет такого вот одного, скажем, когда или, скажем, психическое событие. Психическое событие, я ощутил боль. Вот что это событие? С чем это событие? С чем? С точки зрения физического? Ни с чем. Это просто некий комплекс, некий комплекс огромного количества физических событий, которые образуют химические события, химические события образуют биологические события, а биологические события образуют одно событие боли. И поэтому спрашивать, может ли вот этот конгломерат влиять на одно из физических событий, это уже совсем другая проблема, чем поставить вот так вот одно событие на другое, на одном уровне. Можно себе представить, действительно, что система событий физических может влиять на одно из них. И тогда вот ставится вопрос, именно вот есть уровень один, уровень другой, и между ними есть нисходящая причина, экскурсальная связь, что изменения здесь порождают это событие, и это событие закономерно может породить, повлиять на события, на те события, из которых оно состоит. То есть вот есть четко сформулировать задачи, то есть вот формулировать задачи между двумя событиями бессмысленно, потому что это вообще не событие, их нельзя сопоставить никак, в принципе нельзя. Но это как, скажем, более наглядно, вот есть некое событие в экономике, наступил кризис, это одно физическое событие? Да нет, это куча-куча событий, скажем, обменных событий торговли, обмена товарами, да? Да? Может ли кризис повлиять на события обмена товара? Да, конечно, повлияет. Но не так, как вот он сам одно из событий обмена товара, на другое событие обмена товара, а как глобальное объединение всех этих событий. То есть вот таким образом можно притихать к проблеме кузальной зависимости между событиями разных уровней, что любое событие вышестоящего уровня, это множество событий ниже стоящего уровня. И множество, не просто множество, а система, некая система этих событий, только определенные. И тогда можно говорить о кузальной зависимости между ними. То есть если наоборот, если длинутся сверху вниз, если, скажем, я по какой-то причине чувствую счастье, то это транслируется на состояние моего тела, но это состояние на самом деле есть просто вот этот огромнейший конгломерат. Да, физическое. Это не просто как бильярдный шарик, а в другой бильярдный шарик. Вот на каком уровне постановку задачи не решить? А если это некая вот... И в чем здесь это называется нелокальность времени? То, что скажем, для физического события, для физического события, оно свершается в некой вот дельта-Т. Это его сейчас. И вот дельта-Т сейчас для более дельта-Т. Если возьмем ментальное событие, оно еще будет. То есть вот то, что я люблю приводить пример. Вот я сейчас вижу эту комнату. Если я живу сейчас, мое сейчас, мое дельта-Т равно физическому событию, скажем, взаимодействию электронов, то я никогда не увижу вот это сразу. Я должен прочертить огромное количество, как на экране монитора, долго-долго строить. Но это долго-долго строится, долго-долго-долго-долго строится. Но оно вписывается в мое сейчас. Мое. То есть сейчас на каждом уровне шире, чем сейчас на... Ну, это еще любят примеры приводить с мухой и с человеком. Когда я вот ловлю муху, я так быстро действую. Вот прям как быстро-быстро. А для мухи это... Вот медленно, и поэтому он летает. Для нее, мое быстрое движение, ей пофиг, она 10 раз почешется и улетит. Потому что ее сейчас гораздо короче моего сейчас. Вот. То есть здесь два концепта. Один концепт. Не локальность сейчас. Что нет вот этого мгновенного, в котором вся Вселенная находится сейчас в одном моменте времени. То есть для каждого уровня, для каждого сосредоточенного уровня есть свое сейчас. И оно включает предыдущие уровни, как множество физических событий, вот разделенных. А, скажем, для меня ментально боль будет такой же одно событие. Свыше, да? Вот. Я ее буду воспринимать как одно событие. Но с точки зрения боли, это будет... Вот эти события будут множество системы событий. Ну, это отдельный разговор. Мы сейчас... Тема какая была? Значит, что мы разделили две проблемы касательно сознания. Психофизическую проблему, body-mind проблем. И трудную проблему сознания, где принципиально разные. Проразные, абсолютно проразные. Вот. И наметили возможное решение, что... Что будет считаться решением одной и что будет считаться решением второй. Решением первой будет считаться доказательство, что без сознания субъект не может функционировать. Что это обязательный элемент, что философский зомби-выдумка и неадекватный аргумент. Вот. И то, что body-mind проблем сводится, по сути, к проблеме к каузальной зависимости между различными уровнями. Неважно, какими это будет. Там духовный-физический, духовный-ментальный, ментальный-психический, психический-физиологический, биологический-химический. Вот. А если честно, я даже до конца не могу проникнуться вот этой трудной проблемой, потому что... Чарневской? Да, да, да. Потому что ведь, мне кажется, здесь просто она устраняется аргументом от противного. А что, есть предположение, что зомби в состоянии, ну, не знаю, там, написать книгу... Ну, вот да. Вот у меня тоже всегда такое было, что эта проблема какая-то... Если хронически понятно, что этот человек в состоянии написать книгу, там, переногию духа или, там, текст Чалкарса, то, значит, он не зомби. И что тогда... Ну, вот где-то, ну, с точки зрения чистого физикализма, все это можно сделать. Ну, то есть, действительно, вот я физикалист от мозга костей. Я предполагаю, что все, что происходит, происходит только вот на уровне физических взаимодействий. И я могу создать такой аппарат, который на этом же уровне воспроизведет все. Возникнет тогда сознание или нет? Пусть тогда они сначала создадут такой аппарат. Ну, да, это вопрос. Я бы зашел с этой стороны, потому что так вот это рассуждение для бедных. Что теоретически я не вижу препятствий, чтобы сделать такой аппарат, который сам вот напечатает войну и мир Толстого. Сам ее сочинит. Ну, сделай. А мы посмотрим. Нет? Думаешь, не сделают? Ну, я хочу посмотреть, как они сначала это сделают. Ну, я думаю, мы с тобой это увидим. Нет, это далеко не шуточки. Потому что сколько лет учили компьютер играть в шахматы? Ну, в итоге научили. Окей. Потом была задача более сложная на порядок, научить его играть в гол. Да. Вот. И научили. Вообще говоря, другого совершенно порядка задачи. А теперь, они говорят, что мы сейчас на щелчок сделаем такой аппарат, который напишут все пьесы Шекспира. Ну, покажите мне его сначала, потом мы будем оказать. Ну, есть сейчас, есть сейчас такие, что пишут стихи. Сетки научили, скармливают стихи некого автора. Да, да, да. Знаем, знаем, да. Но у меня на это ответ, я уже несколько раз его произносил. Нужно спросить у людей, а сколько он нагенерил текстов из той выборки, которые выбрали 10, которые нам показали? То есть он нагенерил тысячу, 10 тысяч текстов, среди которых 99% полный бред. И человек, у которого есть чувство языка, чувство поэзии, чувство логики, чувство прекрасного, да, просмотрел и выбрал случайно получившийся текст. Он просто любит Егора Летова, и он на глаз похожий. Похоже, да. И в данном случае мы имеем дело не с творчеством нейронной сетки, а с творчеством того, кто отбирал. Вот когда машина сама скажет, вот она нагенерит и скажет, а вот это, вот это вот удачно. Вот это возьмите. Вот тогда можно будет. Если они рассуждают так, что природа нас же как-то создала, значит, именно же можем создать что-то там похожее на себя. Ну, а мы же созданы. Значит, есть какой-то план, по которому можно нас создать. Если теоретически этот план знать, можно создать робот аналогичного. Ты понимаешь, Гуат, я же не против, что называется. Мне даже это греет душу, что называется. Но это рассуждение слишком абстрактное. А ты сначала познай. Если проблема сложная, значит, как бы и все, на нее рукой махнут. Нет, 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 я не махаю рукой. Я говорю, что я собираюсь решать проблемы по мере поступления. Это правильно, только просто логически, если мы созданы, как бы, да, и как бы, да, природой созданы, эволюции, или богом, неважно, есть какой-то план, да, какой-то там, проект. Значит, все, значит, и можно создать робот аналогичному нам. Что проблема? Нет, есть проблема, знаешь, плод какая. Скажем, есть некое естественное продвижение этого творения. И если ориентироваться на восточное учение, или даже того же плотина, да, ориентироваться, что каждая природная сущность, вот как человек, она, вот на этой же картинке, она не есть вот вырезанный фрагмент. Она начинается с самого низа и идет до самого верха, то есть она имеет полную иерархию. То есть мы имеем полную иерархию. Мы можем воссоздать, вот мы научились химические взаимодействия, мы научились даже там что-то связанное с психикой. Но это будут некие механизмы вырезанные. А вот воссоздать полную иерархию, что наверху, то и внизу, вот. И я есть то, тот по аси. Вот это создать, может быть, и невозможно действительно. То есть фрагментами, да, а целиком, ну а может быть и можно, не знаю. Но если ориентироваться именно на философию, вот, скажем, такую трансреальную, вот, то они говорят, да, что минимально разумно, или там как-то минимально сознательно, не разумно, но сознательно, минимально сознательно, минимальные элементы, с которых мы созданы, да, и до абсолютного сознания, абсолютного разума, там, абсолютный мир, то есть мы все соединяемся там и расходимся внизу. А чем мы отличаемся? Мы отличаемся тем, что мы движемся вот так вот, выше, ниже, у кого-то кто-то повыше, кто-то пониже. Ну, все вещи. А то, что мы создаем, мы как бы только вырезаем какой-то фрагмент. Вот, механически из этого, обрубая верх и низ. У меня просто, как бы, есть такая область игр, где на самом деле сражаются технологические, наверное, это нововведение с магией. И вот, фактически, то, что вы говорите, как бы, да, вот это же некая магия. Это магия, да, это магия. А тут есть техника, и кто победит, на самом деле, техника, которая создастся роботом, вообще-то, аналогичнее к нам. Или все-таки так и останется это все в виде магии, к которой можно только приобщиться и все? Ну, я предлагаю все. То есть я, как бы, закончу, сформулировал. Спасибо. Спасибо. Спасибо.